итак всем привет всем привет решил снять видео о том как подтянуть ручник даете король и 2000 года в данном случае это автомат и заметили что у вас ручник более чем на 3 щелчка поднимается и дальше идет свободно не блокируя тем самым задний стояночный тормоз задние колодки то наверное стоит его подтянуть но и перетягивать тоже не нужно тушь трасса могут потом ослабнуть подтягивать его очень просто на некоторых машинах это делается еще проще там открываясь просто удалю чок здесь какая-нибудь прорезь когда на рено например лагуне это поднимаете заглушку там прорезь и ключами на 10-13 все это регулируете здесь немножко посложнее еще можно через резинку некоторые советуют но через резинку сами видите не очень-то и удобно но в принципе возможно контрировать будет только слов сложно нужно будет сначала отщелкнуть защитную декоративную вставку сбоку начинать одной рукой мне кажется будет делать очень сложно но все легко отходит вот такие вот здесь замки кому интересно далее открываем подлокотник берем на 10 ключ желательно подлиннее вот там два болта которые нас ждут на них попробую сфокусироваться ну и соответственно против часовой стрелки откручиваем ну давайте я щас прервусь откручиваем так болты откручены ну вот он винт так называемый шуруп или как его еще назвать можно здесь просто отверткой обычный крестовой его откручивать но мне одной рукой щас не подлезть откручусь нему дальше по всем и открутили два винта здесь шурупа два болта здесь на 10 все у нас тут туннель уже средний полностью свободный но не нервить его потому что тут легко ломаются защелки пластмассовые нужно его как постараться него так вверх поднять вверх поднять и далее поднять рычаг ручника и все он легко отводится туннель вверх но не забывайте что там висят клеммы проводов которые необходимо вначале снять нелегко тоже все снимаются извиняюсь за качество что конечно не видно ничего не будет легко снимается и туннель после этого можно полностью извлечь первых двух жгутов вот я их снял вот клеммы все легко нажимаете защитный механизм который препятствует выпаданию этих клемм отжимается и легко вытаскивается вот этих две клеммы снимаете третье уже в принципе нет смысла снимать то что там довольно длинный провод уже можно легко отвести туннель в сторону здесь конечно откроется страшное зрелище грязь и так далее то что здесь никто никто не убирается ну и собственно вот он виновник торжества два болта две гайки то есть на 10 всегда путаю гайки болт конечно еду многие так путаются ну одна контрирует гайка другая получается регулирует натяжку то есть ослабеваете верхнюю ключом на 10 любым там но таким подлезете если у кого-то даже может быть какая-то будет головка достаточно длинная которая дотянется то есть это то не дотяюсь на упрется просто или же обычными ключами подтягивайте сначала ослабите ручник немножко подтянуть сначала ослабить контрирующую гайку немножко подтянуть попробовать как она блокируется еще немножко потянуть и добиться такой результат чтобы он примерно вот у меня на три щелчка все он уже плотно стоит дальше он не идет и машина блокируется потом законтрировать газа к законтрировать гайкой но нужно будет два ключа надеюсь одним держать регулирующий болта другим контрирующие все это затянуть хорошенько и собрать в обратном порядке в принципе занимает но минут пять-десять от силы весь весь так называемый ремонт в принципе все всем удачи всем пока пока спасибо что посмотрели видео извините за тряску и грязь которые здесь творится